так я начал запись второй серии содержание предыдущей серии хозяйка питомника уважаемая Татьяна Александровна взяла и задала мне вопрос могу ли я ей помочь в таком деле в мире паники последние дни резкое похолодание по России в частности по Уралу и получилось следующее люди испугались что не успеют получить посылки а посылки еще не собирались сегодня 28 сентября ну и я в таком случае снял первую серию где мы путешествовали по питомнику вот наша героиня хозяйка питомника вот а мы продолжаем путешествие я надеюсь что первую серию вы видели вот на этой фотографии мы остановились вот я еще рассуждал так захотел бы обмануть обманул бы чем не колновидная слива хотя она никакая не колновидная и повторяю я спасаю деньги нет не миллионов миллионы никогда меня не знали и не узнают так устроено против моей публикации тысячи этих самых больших тысячи мошенников все они утверждают что существует и они якобы выращивают колновидные абрикосы персики сливы вишни вот на самом деле ничего этого природе нет ни одного пусть но я спасу хотя бы сто тысячу горьких разочарований не будет благодаря мне продолжаем путешествие по питомнику так проверка идете запись на запись идет я продолжаю так значит берем шиши мы сейчас не в питомнике в абакане обратите внимание на продажу саренцев значит вы видите что саренцы продаются на фоне вот это рекламного счета а здесь розы 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 но помните что эти розы это спрут который опутал по крайней мере пол сибири в разных городах когда вы увидите вот эти розы вы поймете что продают южные саренцы вот это я вас предупредил ну посмотрите тот же самый питомник наш железовый что мы видим непроданную сливку я можно было бы продать но стыдно никто не вела что она такой выросла такие случаи случаются рядом с мощными розы сливами вот попадаются такие это быстрый переход вместо роста на плодношение караул продолжу свой род мне уже не до жира это зависит от качества и от строения самой почки с которой была привита бывает так питомники растут привитые груши это однолетние привитые груши обратите внимание что под ними сухо вот это строение груш предусматривает чтобы основание штамба вот оно было сухим это одно из основополагающих законов природы природа предусмотрела чтобы именно у груш основание штамба было сухим они из самых сухих мест для них любая влага смертельна вот а дальше мир раскололся так ага давайте им делать штамба да еще какие-то метр высотой вот кто-то делает так ошмыгивает нижнюю часть вот если меня видно и прощайся не сразу но он будет обречен потому что дождь будет сходить уже по штамбу ну а дальше давайте делать чашу опять пустят воду по штамбу давайте проезжать опять пожиже вода пройдет вот это одно из моих важнейших доказательств моих важнейших наблюдений и важнейших выводов и советов пожалуйста не вздумайте ничего делать со штамбом не думайте осветлять штамбу вот как есть это специально один из моих основных лучших у меня таких сотни фотографий но одна из лучших которые ну нет не так одна из самых наглядных которые можно проходить в университете которые тоже самое пропустим с этими рядуки которая утверждает фигуршка в мире не называет трепать больше не буду который утверждает но она просто цитирует старый совершенно совет распространенный книжный вот что любое дерево должно вечь сам под 50 до 90 сантиметров подлость и предательство людей которые не понимают что природа какой штаб сделал такой должен быть они фантазии ведущий к унистяжению садов ну это почти то же самое тоже наглядно смотрите сухо 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 вот ну еще маленький кусочек питомника сейчас интересно выглядит когда они были привиты на месте прямо проданы осталось несколько штук как они различаются уже по листьям до того интересно наблюдать что когда же все они так сказать как-то называется птенцы гнежда вот этого сеянца гнежды птенца мальчурского абрикоса патриарх и какие они потом все разные получаются вот патриарх один а дети все разные ну это тоже часть питомника железо уже сына моего вот так он выглядит прямо питомники плодоносят яблони интересно это конечно не реклама и не антиреклама рудовато бы вот запомните друзья все деревья все подчеркиваю деревья которые не привиты они позже плодоносят их стараются приблизить плодоношение обычно калечением подчеркиваю калечением лишняя пересадка это тоже калечение вот и там я понимаю ждать здесь 15 лет бывает особенно семечковых очень сложно психологически трудно я бывает даже оправдываю их что калечен а вот что касается привитых спешить не надо вот приближать плодоношение не надо переводить ветки с растущих на плодоносящие не надо это тоже калечение ничего не надо вот привили придет парада плодоносим повезет на второй год не повезет на четвертый год но не позже это я говорю о нормальных прививках о нормальных сортах и о нормальном питомнике вроде питомника жили вот она груша видите ее вовремя не продали она взялась как бы в укор что ж вы меня вовремя не выкопали вот это настоящий питомник как убедились это качество невиданное неслыхано на территории россии почему а питомник зимует на морозе б специальная предпродажная подготовка вот она перед вами она включает что перед тем как выкопать нанесли пятнышко которое означает где север это важнейший момент вот это обязательная обрезка части крона вот видите перед нами все они обрезаны они к тому же еще и с листьями это же осень видите а что такое осень осень опасен я не говорю что не надо пересадить много зависит еще от других причин чисто бытовых но тщательно подготовить даже так осень еще тщательно надо готовиться к этому вот еще раз напомню это в горшках это скорее всего месяц конец нет это скорее всего сентябрь так а если бы посылки то в октябре то есть в горшках не опасно пересаживать прямо с листьями и эти же листья ни в коем случае не ошмыгивать я все давно бы уже чем бы побрубил бы руки тем кто учит ошмыгивать сильно распространенное и опасное и бредное и смертельное явление как смегивать листья когда вместо листа который поможет почки дозреть и вызреть вот получается страшная рана прямо возле почки ростовой представляете что творится на свете причем они не видят что творят на этом лучше а здесь нет пересадили такими же зелененькими это сейчас она поедет вот уже видите поедет каждый раз посадят и дальше листья будут работать продолжать чтобы почка вызвала листья должны дальше работать пусть уже уполовиненная крона но неизбежно потому что все равно вот все равно повреждение корей минимальное но переезд стресс и все таки повреждение корей площадь листьев осенью высота дерева должен быть все таки укороченный то есть уполовиненный идем дальше яркий пример видите вот хотя ничего хорошего еще раз каждое дерево должно иметь свой винильный период то есть период детства торопить нельзя никаких переводов веток с помощью секатора из ростовых в бой эти самые плодосящие ни в коем случае ни в коем нельзя все ничего единственное вот обрезанный саджи только из-за того что надо переехать до одного места вот это чудо попало сюда ну конечно рекламирует не рекламирует страшная вещь произошла в чем Кутепова я не знаю что это за явление такое Кутепова вроде бы притомник вроде бы большой но вся страна завалена вот этим вот хламом поняли это настоящий хлам они вроде делают умно посмотрите на эти схемы на этой схеме как уничтожить дерево это общепринято мне то самое что я борюсь здесь укорачивание 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 за ним идет осветление то есть люди наполняют своей инструкцией свои сайты как казалось бы толковыми вещами то есть советами на самом деле смертельными советами лишь бы выглядело оно авторитетно а теперь смотрите на эти корни вы в ужас не пришли я пришел вот так выглядит общий план полюбуйтесь вот вот где прививка они управляются даже вот здесь вот подгоняет по стандарт колечо дерева вот это интересная фотография вот мне прислали пока я утверждал и сейчас утверждаю что колоновидных уж нет и не бывает вот на самом деле есть такие это сказать споровые сорта назовем их всем за колодами у них очень густо расположены между узлами хорошенько междоузли очень густо расположены узлы получается угро коловида и кто-то думает что вы видели там на фотографии вот как бы рекламная груша коловидная павловская на самом деле никогда нигде не удается выросли настоящую коловидную грушу месяц отвлекаться не могу я уже не раз показывал наберите а груша коловидная вот или не действительно спешит особенно некуда сделать вот а вы знаете вот это вот наносили смеюсь смотрите вот они груши да видите вот жуткость вещь вот это свисающая ветка я про него рассказал вот эта свисающая ветка вот эта свисающая ветка вы никогда не видишь тамбо правда согласны со мной свисающая ветка а называет как она видами свисающая ветка я рассказывал об этом как они рисуют и суета это ну ладно одну только заплачу видите вот эти три игрушки видите а теперь смотрите когда их развернуть другую сторону узнаете эти же три 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 и получилась коловидная груши вот еще раз говорю коловидная груш не бывает даже вот эта фотография что я сейчас предъявил это не коловидная груша если они заплодоносят две три максимум три груши будут на этом все вот не покупайтесь на это так ну данном случае вы видите дописки за садовода они как они сюда попали потому что они тоже имеют отношение к питомнику и так питомник зимует на морозе это так сказать уже сенсация питомник расположен вместе с садом через который люди проходят настоящий сад не вот эти нарисованные как я вам показывал это все что вам предъявляет прежде чем мы деньги у вас выманить вот ну и в этом саду родилась вот эта книга записка за черном сибири садовода прекрасный совет вот брошюра за номером раз сад садоводство в 21 веке брошюра стоит 100 рублей 4 брошюра стоит 200 рублей читайте бесплатно а сколько их знакомых друзей можно дарить вместо всяких дура на каждый праздник без всяких дурацких этих только выброшенные деньги имеется ввиду наш не нужно покупать точь или бы только это чтобы влезти приличие ну вот пожалуйста вот поэтому я вам показываю а это что вот это вот партию купила марина пудина это иркутск иркутская область и распространялась садисовой поставлять как там денис отдела иркутской области вот то что она заказала то что и вышел а этот самый а редактор моей книги павел троценко а еще надо еще торопиться 7 сад хоть и дорого продалась по 1300 рублей уже нету записки по 600 вы еще штук 20 есть успевайте брошюра еще есть успевайте вот фотографию мне прислали но у кого-то почти удача почти согласитесь явно что вот тут не зашли не зашли не зашли не зашли но даже то что вы зашли считаете все красоты абрикосы уже есть здесь даже лучше поздравляю хороший результат вот это человек который писал мне вот эту фотографию вот посмотрите на ваш абрикосы вот это это вариант с горшками в горшках были привиты удобно горшки были заранее посаживали привиты накрыты бутылками осталось только посадить да два не хватило и выпал снег ничего страшного все целое все живо еще раз говорю питомник уникален где в каком питомнике вас фрукты на угостят давай под страхом смерти надо взять вот суды этих самых сайтов сотни интернет магазинов надо взять каждого руководителя вот и спросить где ваш сад всегда спрашивайте где сад вот вранье будет последнее вранье было на предпоследнем вебинаре что там было сказано вот в общем на всякий случай все варианты перечисляя нет времени на то чтобы сделать фотографии а сад на самом деле есть второй вариант тоже такой еще смешнее глупее подлее сад у нас есть берем все реки на приливку поэтому нету саду нет плодов значит мы не можем саду нет плодов мы не можем делать фотографии подлее глупее не придумаешь вот поэтому еще раз говорю прониклись доверия именно к саду и питомнику железовых и как говорил фокус и как его это так опять у вас будет счастье ну вот эту фотографию уже по моему второй раз показываю вот вот ну там понимаете династия вот это девочка так вот а вот это вот его суночек это Саша это Лера Валерия вот она отстояла Сергей собирался выпилить этот абрикос он не привитый чего на него цепилась непонятно это вообще какое-то явление совершенно непонятно кто ее говорит мне сказали она откуда даже вот я фильм снимал откуда я никто не учил я никто не это самое не натаскивал как артистку уперлась чуть заплакала я дам это это абрикосы вот и получился целый такой трогательный фильм этот абрикос вот такой вот такой вот пышный трехметровый хотя прошел с тех пор всего два лет так саженцы знаете что здесь написано плоды деревьев мировых стандартов настоящее деревьев настоящее настоящее мировые стандарты это ядер это вам не сотни питомников с нарисованными с этими деревьями нарисованными вот вот любуйтесь на эту красоту видите все обкосано знаете что это за дерево это поздний филиппиев это тот который с такими плодами вот один за рекордсмену до 120 грамм плоды посмотрите как изувесенный раскублен на прививке куда деваться калечен вот прошло два лета вы сейчас не узнаете тут все заросло уже работа 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 прививка до месте от этого очень вам зависит качество очень прививка за столом уступает это так же как возьмете саженец который просто растет и теперь пересадите его и посмотрите как он отстает и насколько там на нем насекомых больше потому что переболеть должен пересаженный а теперь смотрите что такое прививка на месте вот это качество я вам дам я вам скажу вот этот кусочек это жердели они немножко как-то даже внешне отличаются это сеянцы жердели с Украины я привез веточку привил на Маджурс получил дерево все в двадцать втором году в этом году телевидение снимало рекорд но оно не могло все уже на тот момент собрали мы наверное не больше пяти ведер до этого потом я сказал стоп не собираем ждем телеканал который называется консультант садоводы вот надеяли что покажет Москва нам огорошили сказали с Москвой договор не заключен новый покажут Костоянск и Кемерово и вот значит в том числе показали как на которых стоят десять ведер пока мы делали съемки все десять ведер было наполнено упавшими плодами жердель мелкие но вкусные а на дереве такое впечатление что столько же и оставалось вот полностью присутствует это еще потом падало неделю-две вот но мы досчитали до 30 метров а потом охнули рукой потому что все равно кто поверит что это все правда но то что видела именно телеканал то что заснял частичный рекорд это впечатляло а потом вот взял все вырастил ну что ж ни один ни одного вроде бы юг Украины вроде Шерсонская область и что-то не подмерзает даже вот уже лада там на Маджурсе в котором украинская это самое Шерсонская область но здесь-то вот это уже Костовский с него значит пропитались в Маджурсе если было 40 градусная зима а им хоть бахны ни один не подмерз а вот это вот раз пропитали да все-таки это гибрид а за меня за гибридом бьют по морде вот ну еще один вот так выглядит притомник потому что внимательно смотрите почему он тут вытаял вот здесь я ходил вот или мы ходили притоптана но еще не выдал а тут вытал объясняю потому что это гряда стоит она чуть-чуть приподнятая на несколько сантиметров и достаточно чтобы весна началась раньше вот видите чем не секрет всему свету так ну это наша гостья которая постепенно тут прописалась Иван Александрович это два представителя науки но она по крайней мере сейчас аспирант второго года или уже третьего в общем ей светит этот самый карьера пока кандидата новых Сергей ничего не светит вот сказал что питомник большой нельзя потому что спроса такого нет так как нанятая работа так как везде расходы расходы пошел коронавщик и устроился и работает ассоянского алюминия вот страна теряет одного из самых умелых я разом называл опытным десяти лет у меня в помощниках опытные там это уникальные садовод фактически да с уникальным садом с уникальным материалом его любой институт должен был бы вот с руками оторвать должен был бы специальный указ президента что это какой-нибудь грант специальный чтобы ему платили миллионы чтобы все это переехало на учреждения сады чтобы он был консультантом чтобы он там же и вплоть до того что это скисочкой работать вот скоплять эти ужас приводят эти причинки и получать новые сорта десятки лет тратить а потом прийти к тому с чего начали но это отдельная тема получили Савельевич да не получится тоже ничего за ее спиной тоже нет президента который бы взял бы дал команду вот эту сладкую парочку ах не хотите спецназ наручники в Москву вот сразу к министре сельского хозяйства а рядом с ним должен сидеть министр науки высшего образования а еще рядом президент новой академии наук и заключать торжественный договор это четвертая сторона вот эта сладкая парочка как дела сдвинуться по стране ой 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 дай только волю а пока тишина по коряку царство лежит на боку ни хрена нет и ничего не надо вся цепочка начинает это обучение студентов ни хрена не умеют научить работать вырастить сады выпускает пустышек вот то есть сельские институты за ними идут госреспондентные станции за ними должны были идти государственные которые все это преобразуют уже вот в такие саженцы государственные должны быть эти плодопитомники которые никакой халтуры вот и ничего этого нет есть гигантское как ее называть это базар дикий базар вот лапша лапша и вот эти самые что я показывал вот эти вот вот эти вот вот эти вот ну ладно идем дальше обидно накопилось за страну обидно все мы могли бы некому даже заставить их работать предложить какие-то условия особо ну вот потом видимо это было уже на второй день я заснял видит эту картину ранее весна ранее весна основа основ лето сибирская коротко большинство саженцев вымерзает только потому что они не успели войти в зиму за короткое лето но эти сам созревшие вот ну и наконец 15 апреля вот ну это была весна пораньше помните я показывал раньше оттаивает они все таки там есть их эти самые гряды есть и склон есть южно юго-западные что тоже плюс и вот пожалуйста побыстрее отправить чтобы быстрее у людей они прижились и та же самая проблема часто идёт в сибирские города та же самая проблема успеть в жизни а потом какая у меня есть папочка а там сотни 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 со всей страны от Калининграда до Сахалина то что вырастили люди из моих костей из примитых черенков из серёжных саженцев редчайший случай когда у кого-то там из 10 какой-то один не пошёл вот это настоящая работа ну а сейчас напомню сегодня 28 сентября а впереди первая декада октября и должно быть похолодание ждём такого чтобы чуть-чуть морозом даже прихватило чтобы листья быстрее облетели вот так а это пожалуйста вот когда человек работает у меня это мой личный саженец я так немножко балуюсь так всё чешется вот он выкапывает его да а он не привитый это просто сей вот ну вроде бы казалось бы время видите 18 апреля а ещё фактически зима ну земля уже почти оттаяла это возвратный мороз возвратная зима и пожалуйста саженец порция за 300 рублей продал Сергей поднял цены до 700 рублей где-то на непривитые манчжурцы но они настолько надёжные они дают прекрасные плоды и ждать всего ну в среднем пять лет даже непривитые и надёжность величайшая они стоят этих денег две бутылки водки кто-то считает дорого в рынке купит умудрится продавать и по нескольку тысяч такой же саженец ну который умрет и несколько сотен рублей кто-то в отчаянии снижает цена до 200 рублей то есть за стакан водки продают ну всё равно это всё это бесполезно а вот это как он помрет ну вот как он помрет ну скажите ну как а я еще отрезаю пол крови все так испанский слива испанский слива здорово да вот это да вот это умирает сто и сто тысячи с тысячи но у нас такой что он похоже в школе не учился все равно покупает если бы не покупали никто бы не продавал вот ну а это уже бочка где приготовлены саранцы к посылкам это опять питомник на королевский серафим вы знаете название это я их раскрутил на всю Россию до этого знали абрикос царский середячок такой знаете вроде автомобиля запорожца на фоне королевского то есть царский на фоне королевского это как автомобиль запорожца рядом с мерседесом вот такое сравнение автопроба вот это подготовка идёт вот они ещё не обрезаны а потом вот так вот будет смотрите ой ладно куда меня занесло а это я знаете там же помните что я вам несколько минут назад показывал как долят людей я уверен что тысячи человек посмотрят и купят и примут за чистую монету а увидеть что это фальшивка что эти три груши раз два три это просто ловкость рук и настоящее мошенничество вот часто можете ещё раз убедиться что эти три груши это вот эти три я никак успокоиться не могу вот ну и так смотрим сюда вот эта половина будет кроме отрезана и тогда запихнута в довольно большую посылку это не вот эти жалкие посылочки это ужас какие люди получают посылки ай и такое это качество что ну лучше бы не смотреть так ну в данном случае что он тут делает а да это дикую грушу он выкапывает она здесь как она ну назовём это самосев но хороший самосев пригодится не пропадать же добро рядом с грушей растёт дикая груша так ну в общем смотрите на это ради чего надо посмотреть не обращайте внимание что длинный штаб его никто не делал его никто не отрезал ветки вот видите тут не отрезаны тут тоже не отрезаны вот это одна и такая особенность вот как хочет привитый так он и растёт почему почка бралась боковой ветки причём не с какой-то там будущее вот такой ветки а их там сотни но выбирается вес хороший там хотя бы метр лучше бы полтора отрезается отрезается почти полностью кроме вот такого кусочка остается такой пенёк и приватся а дальше это же боковая вот то что у него в руках вот это вот это это выросло из боковой почки поэтому никакого стандарта нет и быть не может и подгонять под стандарт это колесе дерева я противник подгонки стандарта этого страшный противник то что вот а здесь раз уж получилось я специально попозируюсь таким что раз уж получилось что он такой вырос ничего он может потом обрасти вот здесь ещё потом обрасти может так и начнётся отсюда крон если поверить на юг более южные места то и такой пойдёт но вот этот мне больше нравится вот вот такой вот который у него который вы видите с правом углу правой стороны вот он более такой как бы сказать так пропорциональный вот так вот ну и пятышки 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 это святое пятышка смотрит на юг как выкопали чтобы она нанесли метку с южной стороны и садить надо на юг а перевернуть это значит с одной стороны обжигал его ветер северный так и он к этому приспособился а с другой стороны с южной стороны там климат помягче а теперь возьмём да развернём тут будет тут солнце обжигал а там ветер а теперь получится наоборот это важнейший момент и до сих пор идут годы за годы десятилетия за десятилетия я никак не могу добиться того чтобы хоть один питомник когда люди подходят уже наученные мной таких немного тысячи но миллионы должны это знать то уже эти тысячи кто-то подходит говорит ну чё ж пятышка-то не нанеси когда выкапали а как он выглядит что Виталия это будет заниматься большую партию скупили продают в лучшем случае может добиться и то им лень вместо задним словом нанести там фальшивые пятнышки нет мало что хоть это не делать они просто говорят и залезу херней занимается когда ссылается на залезу вот она херня вот она эта пятышка так наверное надо заканчивать вторую серию обратите внимание как сильно обрезка делается вот сильнейший обрезка это основа основ вот очередные гости приезжают по 2-3 раза я как приеду второй раз я обязательно кино снимаю помните сколько таких фильмов десятки а зачем приезжают второй раз вместо погибших что ли покупать нет вот вот к этому я привык ни одного постановочного фильма сразу подхожу здравствуйте и тут выясняется что люди очарованы вот вот это есть настоящий питомник где вы такое видели в россии где где когда да а это за этим питомником будущее красота да даже мне не стыдно а это то что отрезано сверху и в костер и вот знаете что я вам скажу если бы я был бы настоящим ученым я был за то что костер за это бы душу бы дьяволу продал если настоящий ученый я образно выражаюсь потому что даже с этого даже вот за один в эту же весну можно получить несколько сотен уникальных сорта образцов а это все сгорит для нас это мусор а для кого то это продвижение садоводства на десятки лет вперед но опять никому не надо опять никому не надо как оскубленные это вот так мы калечим в данном случае яблони с нее срезано порядка пятнадцати допустим веток калечим страшно иногда заболевает это ужас какой-то ведь впереди зима ну лето а потом зима и без этого маточный сад без этого невозможно калечим ради будущего если пятнадцать веток отрезать до каждой ветки сделать минимум две прививки вот он уже тридцать новых деревьев хотя бы жертвуем одним он не сразу умрет он еще несколько лет будет плодоносит а потом начнет болеть яблони даже вот что интересно страдает сильнее чем абрикосы от такой вот жесткой обрезки когда нужно оставить только пенечки видите несколько почек все остальное уезжает в другой сад или к Сергею на прививку вот ну а потом вот они же те самые жертвенные деревья вот и скажите мне как человек мог набраться такой наглости такой этот ответ хитрый подлый да у нас есть сад маточный вот видите предварительно все деревья у нас есть маточный сад у нас есть сад вот и мы с него берем черенки мы выращиваем саренцы но у нас нету плодов мы не можем сделать фотографии только потому что этот сад не плодоносит из-за того что отрезаем ветки да невозможно это если даже приговорить сказать если ты вот так сделаешь вот так режь ветки на прививку чтобы ни одной почки цветочки не осталось иначе расстреляем и расстреляли бы потому что невозможно ничего бы не сделать невозможно все равно будет свести вот эта ложь беспросветная когда становится перед перед продавцами перекупщиками вот и это это самое южное саренцы толкает как северное а я таким тоном говорю потому что никогда мне это не приходилось врать вы нас не обманите пожалуйста я очень прошу вы нас же 10 раз обманули вы потратили десятки тысяч были случаи сотни тысяч сада нет ну хоть вы-то не пришлите эту же дрянь а где же я возьму-то эту дрянь да да с удовольствием обманул ну не не получается у меня ну даже манджутские апрекосы китайские силы которые прекрасно плодит питомника в июне а это в июне вот тут такое посмотрите какое качество ветериски это вам не замороз с этого самого где мне действительно говорит крупнейший питомник вот такого размера вот такого размера стаканчик в нем вот такой саженец жалкий несчастный вот и это реклама это реклама а вот саженец однолетняя прививка который еще только июнь месяц почему не хотят выращивать я даже специально говорю такие слова ладно бы невозможно было бы но получается что не хотят и не выращивают так это качество как будто что помрет еще к нам а куда вы денетесь так получается ну нет я уже не комментирую красотища да это прошлый год вот так он выглядит летом июль месяц вот это это впервые мы посадили то я просто косточками берут плохо ну знаете мы несколько сотен купят все таки у них есть свои качества можно сказать это вообще не дикарь это не лицей житель вот и пользу от него огромное и выражает ее ну вот впервые взяли и посадили две такие за все время знаете за два года купили ну что здесь 15 ну и сейчас еще просили полсоти что-то никто не резли покупать ну это потому что они раскручены это старый снимок это совершенно молодой юноша еще школьник вот мы с ним копаем в лесу готовые дикие саженцы диких яблонь тиберок причем качество высочайшее было нераком земли росток где-то минус 50 и это корневая вот слева лево вот это как бы справа стороной вы видите почти видите как выглядит земли много а тут вот как он выглядит да вот это вещь вот то что заканчивается какой-нибудь очень важный першики абрикосы очень важные покажу так это обращение шелковицы методом и и прожили так это опять питомники прям питомник не успеешь продать у нас еще пример ну а это как бы маточные деревья что такое маточные деревья он вырос обрезали второй год обрезали уже доросло до полсотни челеком еще прекрасных называемых товарными качественными уже полсотни ну потом скажем годом будет уже не так они будут короче короче вот это самый их расцвета именно маточного дерева маточное которое пойдет с одного получше 50 а ну даст 100 потомков вот и так далее ну вот еще пример я специально выбирал который хороший прирост вот ну пожалуйста мишкил родиться уже уже плодилось и здесь видите уже все заросло все перестали вот этот кусочек становится маточным садом их то ли побережали не купили эти специально были оставлены вот прям питомник питомник я назвал качающим он должен расти и вытеснять сады с продажным то есть если надо уже садить вот еще ах какие аппликосы да это 100 граммовики и знаете Владенков мой друг мудричный садовод дальше садовод будь садах у меня Владенкова вот вот именно такие он назвал 100 граммовиками и ко мне привлекло и кто теперь ну а как его назвать там Паина Королевский Супер Серафим это самый академик Байд Остаграм уже доходит вот поздний Филиппева круглоплодный железовый это не 100 граммовики а я вам сказал вот возьми в руку вот и подойди я тебя сфотографирую на фоне вот этого самого саженцы но я сейчас обратил внимание эти два телефона сейчас организация заказы пришла в руки его жили Татьяна Александровна та самая и она у нас та самая и вот она звала Татьяна где-то 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 мы с вами были да вот это Татьяна поэтому телефон теперь другой будет не первый а вот третий 8 913 444 31 48 и так если тепло продержится то высылка саженцев да повторю еще раз 8 913 444 31 78 Татьяна сейчас теперь может быть тянется высылка до середины уже октября по одной причине что вдруг тепло будет предсказывать невозможно бесполезно а нам надо чтобы месяц сбросились или хотя бы прожухли от первых заморозков хотя бы а бывает теплая осень тогда чуть позже и не надо переживать в Европе всегда теплее никуда от этого не деться вот то что на этом я закончил вторую серию и не знаю будет ли третья и может быть достаточно что я уже наберел на вторую серию я еще не решил так а чтобы решить что мне надо сделать я сейчас скажу а надо посмотреть сколько мы фотографий я показал хоть середина до середины хорошо нет можно говорить достаточно а вот эти я еще не показывал не показывал не показывал не показывал ладно я буду думать снимать серию а с вами мой показа остается друзья итак значит не забывайте что еще есть скоро начнутся заказы серенков косточками берут старая собрать те кто у кого руки более такие вот они стараются проще подвое и приеде заказывать у меня и усилищие груши дети без них сладкий вышел с ним когда здесь еще семечка можно без привитки иметь прекрасный сад пусть кроме с чем привет но все таки не прекрасно то семена ловить нечего семечками а равно не груши давай этап первый двое где как груша значит предлагаю не просто сибирку а сибирку улучшенную или сибирку с генами сирешни это уже можно ой я заговариваюсь господи это у меня гриш от генами сирешни но это косточка а семечка яблони я предлагаю сибирки а оккультурены так и отличавшие родители это все как подобное это вот сейчас кто увидит заказывайте косточка культуры вишни сливы абрикосы персики больше 3 не высылают только тех у кого приличный заказ тем 3 штучки предлагаю не больше заканчиваются помните шутку россия родина шлобов но россия не родина поэтому их много никогда не бывает зато настоящие не нарисованные как в этих сотнях притомников нарисовывается а потом предлагает и так значит заказывайте семена на подвое яблони груши заказывайте косточки которые могут стать и подвоими малюрские абрикосы китайские сливы вишни вот койлочные вишни а закажите крупноплодные культурные морщи тут же рядом садите культурные по крайней мере европейской россии так вот и приходит через пару месяцев где-то в ноябре я буду резать черенки черенки я не рекомендую вам я калечу деревья поэтому я никогда их не рекламирую типа берите берите вы сами решите брать не брать предварительно заказывает на них никогда не брал вот и когда за предоплату не брал допустим сейчас него того не взял почему чем меньше закажите вдали мой сад а тут кто заходит тот заходит тот заказывает без всякой рекламы хотите берите хотите нет так все заканчиваем и показал прекрасный питомник особый питомник не хотите заворачиваться пожалуйста выписались цена от 1 до 2 тысяч вот казалось бы дорого но другой стороны несколько бутылок водки если потом это все обернется десятками шотними ветра вам тогда не покажется дорого все до свидания друзья остановить запись разум разум Субтитры подогнал «Симон»